В Славянском районе продолжаются отчётные сессии Советов сельских поселений. Мы побывали в хуторе Голицын, где глава поселения, подытожив всё сделанное, отчитался перед депутатами и жителями о том, как удалось выполнить намеченное в 2023 году. Подробности в нашем репортаже. В Кировском сельском поселении 4 населённых пункта – хутора Голицын, Беликов и Красноармейский городок, а также село Погорелово, где проживают 3846 человек. Здесь есть 77 хозяйствующих субъектов, два крупных предприятия – общество с ограниченной ответственностью «ЗК Новопетровская» и открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Все эти и многие другие убедительные факты и цифры, достигнутые в прошлом году, собравшиеся в зале Дома культуры, узнали из отчётного доклада главы Кировского сельского поселения, большая часть которого была представлена в виде фильма. Бюджет поселения составил по доходам свыше 51 миллиона рублей и был израсходован на исполнение полномочий местной властью. Глава Кировского поселения Евгений Капуста отличается добросовестностью и здесь всё делается на хорошем уровне. Речь шла и о жилищно-коммунальном хозяйстве. На территории Кировского сельского поселения ООО «Жилкомплекс» обслуживает 14 многоквартирных домов, 74 километра водопроводных сетей, 7 скважин, 6 водонапорных клашин, 1 водозабор. По техническому обслуживанию многоквартирных домов выполнена работная сумма 730 тысяч рублей. Выполнены следующие работы. Это замена трубопровода 81 метр подводный, замена окна подъездов 9 штук. Самое серьёзное внимание было уделено ремонту и содержанию дорог. Дорожные работы по асфальтированию, подсыпке щебнем и гридированию проблемных участков и тротуаров проходили в течение всего года. В 2023 году у селян появился ещё один повод для гордости – прекрасный современный парк в хуторе Беликов. Здесь постарались сделать всё, чтобы человек смог провести время с максимальным комфортом и получил удовольствие от нахождения в парке. Глава Славянского района Роман Сенеговский в доверительном и серьёзном разговоре рассказал о том, что удалось сделать поселение и в целом в районе в плане благоустройства, в том числе и для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий возможного подтопления. Мы сделали проект, сделали хороший парк на хуторе Беликов. В предыдущем году здесь, в центральной части Голицына, сделали тоже парк. Каждый глава в район тоже обращается. Помогите на эти вопросы, помогите на эти вопросы. Мы, конечно, стараемся по возможности софинансировать либо строительство каких-то больших объектов социальных, либо, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация. На сегодняшний день очень серьёзный день, где нам губернатор выделяет более 270 миллионов рублей на решение вопросов подтопления. В целом, это больше, конечно, по городу идёт, Анастасиевское, сельское поселение Петровское, сельское поселение Чароерковское. Но за счёт собственных мы, я думаю, и Голицыну будем помогать кировскому сельскому поселению. Роман Сенеговский говорил собравшимся об основных итогах социального и экономического развития района. В минувшем году большинство бюджетных средств было вложено в социальную сферу, чтобы славянцы комфортнее жили и получали более качественное обслуживание. Затем жители поселения смогли задать вопросы представителям власти о том, что их волнует. На все вопросы они получили подробные ответы. Проблемы ещё есть, но они постепенно решаются. Радует взаимодействие местной власти и общественности. Жители довольны тем, как идут дела в поселении. И многоэтажки есть, и вся инфраструктура есть. И не просто она есть, она развита у нас и продолжает развиваться. Поэтому, конечно, приятно жить в этом поселении. Я считаю, это родина моих детей. Я не здесь родилась, но я считаю это и своей родиной. За парк огромное спасибо всем. И кто придумал эти программы, спасибо большое. И тем, кто включился в эти программы. Ну, это я взахлёб говорила, когда только первый раз я увидела, со стороны проезжали, наблюдали, строительство идёт. Мы не понимали того объёма, потому что работа, дом, работа, дом. Но когда я вышла в этот парк, когда я увидела эту территорию огромную, когда я увидела там и дети на площадках играют, и взрослые там на лавочках сидят. И там это не дорожка какая-то. Там можно на велосипедах ездить смело, и дети на самокатах. Это просто сказка. В сельском поселении много сил тратят, чтобы обеспечить жителей хорошими услугами учреждений культуры. Поселение живёт, поселение обустраивается. У нас прекрасные дороги, у нас хорошее освещение, у нас добрые люди. Естественно, и посещаем у нас хорошее мероприятие различной направленности. Это и патриотизм, и просто посиделки. У нас работают два музея. У нас очень тепло, занимаемся эстетическим оформлением сцены и, соответственно, повышаем уровень самих мероприятий. У нас хороший хореографический коллектив, сильный. У нас хорошие сотрудники, которые уже имеют опыт работы. В принципе, район не жалуется, но стараемся, будем стараться и дальше культуру двигать в массу. Работа главы и администрации Кировского сельского поселения на расширенной сессии была признана удовлетворительной. Здесь умеют держать марку поселения на должной высоте и добиваться намеченного общим упорным трудом. И в нынешнем году запланировано немало мероприятий по благоустройству. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...